Дело в том, что когда идёт разговор о почных личном раке почки и вообще о злокачественных образованиях почек, конечно, лучевая терапия, как правило, не обсуждается, и поэтому воспринимается или долгое время воспринималась с некоторым удивлением. Но сама технология лучевой терапии очень быстро эволюционирует и даёт нам новые и новые возможности в лечении онкологических больных, различных локализаций, в том числе такое традиционно радиорезистентное новообразование, как рак почки, при использовании режимов гипофракционирования, когда за одну фракцию мы подводим очень высокую дозу. Как правило, это происходит всё в рамках стереотоксической лучевой терапии или радиохирургии, то есть когда мы подводим несколько крупных фракций на мишени или когда мы осуществляем это вообще за один сеанс лучевой терапии, то в этом случае, конечно, вот эта радиорезистентность почкноклечного рака, так же, как, например, радиорезистентность меланомы, она преодолевается с успехом, и мы можем получать очень хорошие результаты. Если говорить, вот на сегодняшний день стереотоксическая лучевая терапия в стандарты в качестве альтернативы хирургическому, например, методу лечения, безусловно, не входит по понятным причинам, но материала становится всё больше, опыт накапливается, и что мы можем говорить в первую очередь? Мы можем говорить о том, что лучевая терапия в виде стереотоксической лучевой терапии или радиохирургии, она обеспечивает надёжный локальный контроль, вы видите цифры локального контроля, они колеблются от 80 до 90%, и в этой ситуации, конечно, роли и значения лучевой терапии уже рассматриваются, или отношение к ним серьёзным образом меняется. В чём принципиальное преимущество вообще этого метода? С одной стороны, это очень короткое время лечения, с другой стороны, это надёжный локальный контроль, и самое главное, это абсолютно неинвазивный метод, или, скажем так, лучше минимальный инвазивный метод, потому что в некоторых ситуациях нам необходимо введение маркеров, и тогда, конечно, какая-то инвазивность всё-таки существует. И он даёт возможность нам подводить эту высокую дозу к опухолевым очагам очень сложной геометрии, поэтому, если говорить о нехирургических методах лечения, например, у больных с неоперабельным раком почки, то, конечно, стереотоксическая лучевая терапия является очень интересной альтернативой. На сегодняшний день подходы к режимам фракционирования, режимам подведения дозы достаточно вариабельны, и это вот очень любопытный обзор, где были представлены различные подходы для проведения стереотоксической лучевой терапии у больных раком почки. Вы видите, количество фракций варьирует от 1 до 12, доза за фракцию, естественно, варьирует от 25 грей за фракцию при радиохирургическом воздействии, до 3-4 грей за фракцию при гипофракционированном облучении, но такой наиболее востребованный, наиболее часто используемый и, наверное, с клинической точки зрения, наиболее хорошо себя зарекомендовавший режим подведения дозы – это 3 фракции по 15 грей, у некоторых авторов это 5 фракций по 10 грей, я думаю, что, наверное, в будущем эти режимы будут такими основополагающими. Если говорить о том, какие результаты мы можем получить, вот это очень любопытное исследование, проспективное наших североамериканских коллег, где было показано, что в целом, вы видите, показатели локального контроля очень высокие. Всего один больной из 33 человек, вошедших в это исследование, имел признаки локального прогрессирования. Во всех 32 оставшихся случаях локальный контроль был надежным, и это, конечно, еще раз дает возможность нам рассматривать этот метод как очень интересный метод локального лечения больных раком почки. Вы видите, показатели безрецидивной выживаемости, выживаемости без прогрессирования у этих больных тоже был достаточно высоким, хотя надо сказать, что время наблюдения не превышало двух лет, и поэтому к ним надо, конечно же, с осторожностью относиться. Еще одно очень важное и уже, можно сказать, наверное, все-таки классическое область применения стереотоксической лучевой терапии у больных почечно-клеточным раком – это лечение больных с метастатическим процессом. В первую очередь, конечно, это начиналось с больных с метастазами в головной мозг, потому что радиохирургия на сегодняшний день является уже стандартным методом лечения этой категории больных, наряду с хирургическим лечением. И надо сказать, что, конечно, возникает вопрос, насколько необходимо лечить. Ну, при метастазах в головной мозг здесь вопросов особых не возникает, потому что если мы не будем лечить этих больных, то они погибнут в течение очень короткого времени. Но если мы говорим о экстракраниальных метастазах, то здесь всегда возникает вопрос о том, какова роль и каково значение локальных методов лечения для некоторых локализаций, таких, как, например, больные немелкоклещным раком лёгкого, сейчас имеются доказательства уже рандомизированных проспективных исследований, которые показали, что активная локальная тактика в отношении метастатических очагов, олигометастатических очагов имеет большое клиническое значение. Для рака почки проспективных рандомизированных исследований мне, по крайней мере, найти не удалось, и думаю, что их не существует. Но вот этот очень любопытный ретроспективный анализ, большой очень, где было более 2000 человек включено в этот анализ, и он показал, что активная локальная тактика, активная тактика по отношению к метастатическим очагам, она оправдана, поскольку она увеличивает выживаемость и уменьшает риск смерти от основного заболевания. Если говорить о стереотоксической лучевой терапии, то я не могу сказать, что у нее очень большая история использования у больных с олигометастатическими поражениями, у больных почечноклеточным раком, но на протяжении последних 10 лет достаточно активно эти методы стереотоксической лучевой терапии используются. Конечно, в первую очередь это относится, кроме метастазов в головной мозг, к метастазам в кости, где лучевая терапия, с одной стороны, позволяет достаточно эффективно и бескровно решать эту проблему, с другой стороны, она позволяет избежать ряда грозных осложнений, например, при метастазах в позвоночник, где имеется большая угроза компрессии. Достаточно активно используется стереотоксическая лучевая терапия при метастазах в легкие, где подведение дозы не вызывает больших сложностей. Но если мы говорим о олигометастатических поражениях, конечно, здесь имеется огромное количество прогностических факторов, ну, так скажем, по крайней мере, от серьезных прогностических факторов, которые учитываются при решении вопроса о целесообразности и нецелесообразности проведения лучевого лечения. Безусловно, в первую очередь мы думаем о больных олигометастатическим процессом, тогда, когда есть один, два, три очага поражения, и о пациентах, у которых достаточно благоприятный прогноз, потому что в этом случае эффекты лучевого лечения будут наиболее выраженными и выигрыш выживаемости будет наиболее заметным. Для того, чтобы решить вопрос о том, насколько перспективно применение стереотоксической лучевой терапии у больных с олигометастазами, конечно, нужно учитывать наличие или отсутствие контроля над первичным очагом, гистологический вариант заболевания, интервал до развития метастатического поражения, количество очагов, биологическая агрессивность основного процесса. Это вот тот классический набор, который, в принципе, при олигометастазах, при злокачественных новообразованиях любой локализации имеет большое значение. Вот это любопытное очень исследование, которым было показано значение стереотоксической лучевой терапии у больных с экстракраниальными поражениями. Но в первую очередь было показано, что, конечно, эффекты стереотоксической лучевой терапии с точки зрения выживаемости наиболее демонстративные и наиболее яркие у пациентов, у которых имеется только неоперабельный процесс в почке. Здесь мы можем с помощью наших методов лечения достигать наиболее серьезных результатов. У пациентов, которые получают системное, эффективное системное лечение, и оно добавляется стереотоксической лучевой терапией, эффекты достаточно выражены тоже, но уже скромнее, чем у пациентов без наличия метастатического процесса. Но и в том случае, если имеются множественные метастатические очаги, когда количество очагов поражения превышает 3-4, то в этом случае, конечно, ожидания от локальных методов, и в том числе от радиохирургии стереотоксической лучевой терапии, являются очень скромными. Если говорить о безопасности лучевых методов лечения, то надо сказать, что, конечно, когда мы подводим очень высокие дозы за очень небольшое количество фракций, здесь необходимо чрезвычайно тщательное планирование, здесь нужна очень большая осторожность и большое внимание к окружающим нормальным тканям, для того, чтобы лучевая терапия на область опухолевого очага не сопровождалась с повреждением окружающих нормальных тканей. Но это уже вопросы такие чисто лучевого лечения, и в деталях, наверное, я их обсуждать сейчас не буду. Если говорить о прогнозе больных, которым проводится стереотоксическая лучевая терапия, то, конечно, наиболее выраженный эффект достигается тогда, когда мы ее используем все-таки с радикальной целью, то есть опять же мы возвращаемся к больным с неоперабельными новообразованиями почки без отдаленных метастазов, но если мы проводим лечение на фоне первой линии системной терапии, то прогноз вот этой комбинации системной терапии со стереотоксической лучевой терапией, он тоже достаточно оптимистичный. Наши возможности существенно скромнее тогда, когда мы выполняем лучевую терапию повторно, например, в том случае, если после первого курса стереотоксической лучевой терапии у нас отмечается локальное прогрессирование заболевания или краевые рецидивы. Ну и если говорить о локализации, например, при метастазах в кости, то прогноз в том случае, если метастазы локализуются за пределами позвоночного столба, он несколько выше, поскольку мы можем подводить безопасно более высокие дозы в этой ситуации. Несомненно, большое значение имеет доза, подводимая в процессе осуществления стереотоксической лучевой терапии, но здесь надо помнить о том, что биологически эффективная доза, в принципе, тогда, когда мы говорим о радиохирургии или стереотоксической лучевой терапии, она не должна быть ниже дозы эквивалентной облучению в стандартном фракционировании, в дозе 100 грей. Если говорить о сочетании стереотоксической лучевой терапии с системной терапией, и сравнении возможности использования лучевых методов по сравнению с наблюдением за больными, просто наблюдением за больными. Здесь надо сказать, что вот в этом исследовании было показано, что вы видите, вот эта выживаемость больных, Это выживаемость больных, у которых проводилась локальная терапия, это выживаемость больных, которым проводилось системное лечение, это выживаемость пациентов, которым проводилась только симптоматическая терапия. Правда, я относился бы к этим графикам достаточно осторожно, потому что, конечно, в эту группу вошли больные прогностически наиболее благоприятные, но, тем не менее, это ещё одно исследование, которое позволяет задуматься о необходимости и возможности использования стереотоксической лучевой терапии у больных почечно-клеточным раком. Если говорить о комбинации с ингибиторами тирозин киназы, ну, с одной стороны, комбинация стереотоксической лучевой терапии с ингибиторами тирозин киназы, различными вариантами ингибиторов тирозин киназы, эта вещь на сегодняшний день уже достаточно обычная, если не сказать рутинная, и вне зависимости от режима подведения дозы, вне зависимости от объёма опухолевых очагов, вы видите, вот в этом исследовании объёмы были, диаметр опухоли достигал 7, иногда даже 10 сантиметров, это уже большие новообразования. Такая комбинация, с одной стороны, относительно безопасна, и, с другой стороны, безусловно, желательно, поскольку она обеспечивает наименьший риск прогрессирования заболевания и хороший локальный контроль. И вы видите, это графики возникновения локальных рецидивов в том случае, если проводилась только системная терапия, в этом смысле слова в определённой степени это перекликается с идеями, о которых говорил Александр Константинович. И вот это возможности достижения локального контроля тогда, когда мы комбинируем системную терапию с, в частности, стереотоксической лучевой терапией в данном случае. С другой стороны, нужно помнить о том, что, конечно, когда мы принимаем решение о проведении радиохирургического лечения или стереотоксической лучевой терапии, то здесь необходима осторожность. В частности, известно, что при осуществлении стереотоксической лучевой терапии у больных с метастатическим поражением позвоночного столба могут возникать довольно серьёзные осложнения, в частности, такие, как компрессионные переломы. Здесь нужно очень внимательно относиться к дозе за фракцию, потому что было показано, что тогда, когда мы используем большую дозу за фракцию, это чаще всего бывает при радиохирургическом лечении, когда мы используем всего одну фракцию лучевой терапии, то здесь риск компрессионных переломов выше, и, конечно, он выше у больных со стереотическими изменениями. Это как раз больные почечноклеточным раком. Очень перспективным направлением в предотвращении этого грозного осложнения является комбинация стереотоксической лучевой терапии и вертопропластики, которая может выполняться до начала лучевого лечения. На сегодняшний день у нас есть стандарты, каким образом мы должны выбирать объёмы облучения у больных с наличием метастатического поражения в костях. И это, конечно, делает наше лечение уже зрячим, мы понимаем ту цель, которую мы преследуем, и можем эффективно достигать локального контроля и предотвращать, самое главное, локальное прогрессирование опухолевого процесса. Ну и если мы говорим о комбинации с системной терапией, то всё-таки нужно помнить о том, что возможное осложнение, несмотря на то, что я уже говорил о том, что комбинация ингибиторов тирозинки и назы со стереотоксической лучевой терапией – это возможная комбинация, эффективная, и, наверное, такая комбинация в будущем будет использоваться всё чаще и чаще. Но нужно помнить, что осложнение возможно, и при планировании лучевой терапии нужно очень тщательно мониторировать нагрузку на окружающие нормальные ткани, в частности, на трахею, на пищевод, в первую очередь, потому что возможно возникновение грозных осложнений. Ну и, наконец, поскольку сегодня уже говорили об иммунотерапии у больных почечноклеточным раком, нужно помнить о том, что лучевая терапия в режиме радиохирургии и стереотоксической лучевой терапии – это мощный компонент иммунологической терапии на сегодняшний день, поскольку стереотоксическая лучевая терапия является своеобразной такой неинвазивной инвивовакцинацией. Поэтому я думаю, что внедрение иммунологических препаратов в лечение этой категории больных, безусловно, будет тем фактором, который обусловит всё более активно использование стереотоксической лучевой терапии в лечении больных почечноклеточным раком. Если говорить в двух словах, то можно сказать о том, что радиохирургия и стереотоксическая лучевая терапия – это эффективный метод, который обеспечивает надёжный локальный контроль. Она является неинвазивной, и поэтому её легко использовать в повседневной клинической практике. Это очень короткий курс лечения, не больше трёх-пяти дней, и важным очень достоинством стереотоксической лучевой терапии являются её иммунологические феномены, которые могут в будущем играть всё более и более важную роль в лечении этой категории больных. Спасибо. Продолжение следует...